Приветствую вас. Давайте я сперва отвечу вам на вопрос, а после дам несколько комментариев по поводу текста самого, вашего. Значит, смотрите, желая помочь своему мужу, вы тем самым вступаете в позицию преследователя и спасателя, то есть в треугольник карпа. Вашему мужу помочь может только специалист и только в том случае, если человек сам этого хочет, то есть только если он сам хочет помощи, только если он сам хочет, чтобы ему помогли, то в этом случае ему можно помочь. Во всех остальных случаях помощи, к сожалению, никакой невозможно предоставить, потому что для него проблемы не существуют, как вы, значит, сами, сами пишете. Вот. И, соответственно, мотивации никакой нет ему пока, что это делать. Это, ну, самому. Вот. Это первое. Это первое. Второе. Вы пишете, что у него это было ещё до вас. То есть вот это вот, ну, это состояние, да? То есть это привычка вам может, скажем так. Вот. Она была ещё до вас, то, соответственно, проблемы этого кроется, опять же, достаточно глубоко, да? То есть с вами напрямую это не связано, скорее всего. И опять же, мужу нужна мотивация. Знаете, какая штука? Мужу нужна мотивация для того, чтобы что-то делать. Мужу нужна мотивация для того, чтобы, значит, условно говоря, прикладывать усилия. Вот. А мотивации такой нет, потому что его, опять же, всё устраивает. И здесь мы подходим непосредственно к тому, что вы можете сделать, да, чтобы ситуация в вашем будущем изменилась. Во-первых, его необходимо замотивировать. Да? Вот. Его необходимо замотивировать. Как? Лишить его того, что ему нужно. Добрать в него то, что он хочет. Перестать позволять ему получать то, что он хочет. Это может быть что угодно. Отдаление от него. Отдаление от него. Отдаление от него. Перестать, значит, проявлять к нему внимание. Не сексуально. Не сексуально. Вот. Заигрывать и общаться с другими мужчинами, если потребуется. Вот. Да, это... Вы можете сказать, что это... Жестоко. Вы можете сказать, что это... Неправильно. Вот. Но ещё раз повторю. Пытаясь своему мужу помочь, Вы... Вы... Как бы... Столкаете его... Туда. Вот. Навстречу тому, что он делает ещё больше. Потому что... Он не испытывает на себе последствий. Своих действий. Вот. Понимаете? Какая штука. С другой стороны... С другой стороны... С другой стороны... Ваши... Собственные желания, да? То есть, желания секса, оно... Абсолютно нормально. Оно абсолютно естественно. Оно абсолютно правильно. И я бы сказал, что... Его... Ну... Ни в коем случае... Ни... Вот... Ни в коем прямо случае... Его нельзя... Игнорировать. Вот. Понимаете? Какая штука. Игнорировать. В смысле, подавлять. Да? Вот. Ни в коем случае его нельзя. И... Это... Тоже... Такой... Очень... Важный момент. Вот и все. А больше вы своему мужу, к сожалению, помочь не можешь никак. Другое дело, что параллельно с этим развивается... Неудовлетворенность с вами обоими текущих отношений. Это уже другая штука. Теперь... Позвольте... Пару слов... По поводу... всей ситуации. Значит... Первое, что мне хотелось бы выделить, это... То, что вы пишете. Я понимаю, вы сейчас начнете меня обвинять. Может, ему не хватает чего-то в отношениях и бла-бла-бла. Ээ... С чего вы решили? Что мы будем вас обвинять? Существует достаточно четко... Ээ... 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 Известна... Ээ... Ээ... Психологическая... Ээ... 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 Эээ... 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 Ээ... 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 Эээ... 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 процесс взаимодействия происходит в виде обвинений, но нет. Мы обвинять вас не будем. Мы укажем, мы можем указать на ошибки какие-то ваши, но это ни в коем случае не обвинение. Да и вы сами, в принципе, можете не делать ничего, да, из того, что мы говорим. То есть вы можете ничего абсолютно не делать. Из наших рекомендаций, мы же просто предлагаем вам то, что считаем нужным. Вот. И поэтому мне здесь не очень понятно, почему вы говорите про обвинения, да, то есть кто вас обвиняет, как часто вас обвиняют, если обвиняют и так далее. Да? Дальше идём. Так. На меня пришло прозрение семейной проблемой пишите вы. Теперь, когда я понимал суть проблемы, мне нужна помощь. Как вам опять же сказать? То, что делает ваш муж, да, это не суть проблемы. Как бы и кто бы что ни говорил. Вот. Это скорее следствие проблемы. Это следствие. Но не суть. А суть проблемы, но скорее всего немножко в другом. Вот. Суть проблемы в том, что вашему мужу, там, допустим, чего-то не хватает. Вот. Суть проблемы в том, что вашему мужу, ваш муж, ну, не уверен в себе, например. Суть проблемы в том, что ваш муж чего-то боится. Вот. Вот. Суть проблемы, она в этом. Понимаете? И это, ну, не обязательно связано с вами. Я вам больше даже скажу, что это никак с вами не связано. Вот. Но это, просто чтобы вы знали. Это не суть проблемы. То, что он делает. Просто хочу, чтобы вы это знали. Вот. Дальше. Так. Мой муж мне часто отказывает, отказывает секции, мотивирует обидой. Значит, ну, здесь, на мой взгляд, прямо проявляется страх близости. Вот. Страх. Я, конечно, не знаю, но страх близости обычно проявляется так. И, собственно, мастюрбация вашего мужа, скажем так, ну, такая, неконтролируемая, да, наверное, можно назвать ее так, это тоже следствие того, что он вот боится близости. Другой вопрос, конечно, почему он боится близости, но это уже другой вопрос. Так, значит, мне даже кажется, что скандалы спровоцированы специально. Да, специально, чтобы избежать близости, да. Тут все верно. И связано это с тем, что он опять же человек не уверен в себе, вот просто не уверен в себе человек. Боится, там, не знаю, не стесняется, там просто что-то случилось, но скандал это всегда, это натурально всегда избегание близости. И даже такая игра психологическая, она называется, она называется скандал. Вот с нее играют люди, которые боятся сближения со своими партнерами, вот. Да? Ну, по той или иной причине они боятся этого. Вот так. Дальше. Вы пишете, значит, может не спать со мной по две недели, месяц. Ранее я изводил ее с ревностью, но теперь пазл сложился. Явно. Ну, смотрите, здесь не менее важная проблема заключается в том, что вы ревнуете. Вот. То есть, не менее важная проблема заключается в том, что вы ревнуете. То есть, ревность это тоже не уверенность в себе. Вот. И, может быть, какие-то даже страхи. Заметьте, что вы здесь не берете ответственность на себя за скандал, который, условно говоря, там, происходит. То есть, вы как будто бы, вот, ну, как будто бы не отвечаете за то, что скандал произошел. Вот. То есть, вы же, наверное, понимаете, что в скандале участвуете и вы тоже. И что без вашего участия скандал был бы невозможен. Вот. У ревности вашей также есть причины. Причины. Какие причины? Нужно разбирать, да? То есть, ну, как правило, ревность это, опять же, не уверенность в себе, страх одиночества и так далее. Вот. Я не говорю, что это прямо ваша история, да? Я не говорю, что это прямо вот вы. Но, опять же, в психологии феномен ревности достаточно хорошо изучен, вот. И причины ревности, они известно. Другой вопрос. Заходите ли вы работать в этом направлении? Да. Дальше. Он занимается, значит, мастурбацией. Я думаю, что это норма для мужчин. Я так сказал, но это, вообще, приходит все границы. Он это делает, не стесняет в туалете с утра. А должен, должен стесняться? То есть, вот, почему, почему вы считаете, что он должен стесняться? То есть, одно дело, что да, он занимается, ну, как бы, вредным для отношений, для отношений, занятием. Но, стесняться, почему. А вы не пробовали, например, такой эксперимент, допустим, он это делает, а вы, там, подходите и, как бы, ну, не помогаете, но способствовать, или смотрите, или тоже начинаете, например, себя ласкать, допустим. Вот. Я понимаю, что это звучит, может быть, для вас не очень, не очень хорошо, но, если вы своего мужа любите, вот, именно, да, вот, именно, ключевой, один из ключевых аспектов, какой, что, если вы любите своего мужа, вы хотите, чтобы он был счастлив. Вы хотите, чтобы у него все было хорошо. Вот. Если вы любите своего мужа, то вы, ну, можете сделать, допустим, что-то для него. Вот. И если, ну, вот так вышло, вышло, что он, вот, занимает тем, чем занимается, если так вышло, так получилось, да, что, ну, можно ему, как-то способствовать, разделить его увлечения. Вот. Вот. Раз уж такая история произошла. Вот. На мой взгляд, опять же, если вы его любите, если вы хотите, чтобы он был, ну, там, к примеру, счастлив, да. Вот. То есть, я понимаю, да, что, может быть, может быть, вы этого не хотите, или, может быть, у вас есть принципы, которые, ну, не позволяют вам так делать, так делать. Вот. Вот. Ну, это, опять же, вопрос. Опять же, вопрос. Личная, личная ответственность. Понимаете, какая штука. Вот. Дальше. Так, знает, что я уже знаю, и все равно продолжает. Опять же, вы считаете, что, если он знает, что вы знаете, то, он этого делать не может, или как? То есть, я хочу логику вашу понять, вот. Ну, знает он, что вы знаете, но вы же его жена, почему он должен это от вас скрывать? Еще раз повторяю, да, еще раз повторяю, что это не отменяет вреда от того, что он делает. Но, не очень понятно, почему вы считаете, что он должен скрывать. Это не доверие, получается, между партнерами. Как бы, я думаю, что эту вашу позицию нужно прояснить обязательно. Да, все. Идем. Так. Иногда я даже слышал его в вздохе, ах, и... Опять же, и что? То есть, ну... Я уже говорил о том, что вы можете, что вы можете сделать в эту ситуацию. Потому что вы не говорите, что все нормально, он меня любит, и это не влияет ни на что. Наши отношения уже сложны два года. Давайте тут более подробнее рассмотрим, с чего ваши отношения начали портиться. С этого? С того, что он начал мастурбировать или с чего? Может быть, проблема в другом? Вот. То есть, ну, не в этом проблема конкретно. Давайте, опять же, поисследуем этот момент. Давайте изучим этот момент. Вот. То есть, ваши отношения сложны. Это не значит, что он вас не любит. Это значит, что между вами есть трудности. Вот. Но это не то же самое. Это разные вещи. Что касается того, что он делает, то здесь может играть роль, в том числе, да, и его сексуальные предпочтения. Скажите, как и ваши. То есть, это вопрос о том, насколько вы доверяете друг другу и насколько вы, ну, способны, например, да, обсуждать сексуальные отношения свои. Насколько вы способны и способны ли вообще это делать. Дальше. Так, он стал смотреть на других. Были странные секс-идеи, которые я не поддержал. Понимаю, что это тоже могло повлиять. Знаете, тут момент какой. Вы имели право и имеете право не поддерживать то, что вам не нравится. То есть, вы не обязаны для своего мужа, да, делать то, что там как-то, ну, противоречит вашим жизненным принципам и так далее. Вот. Но. Здесь важна, скорее, форма, понимаете? Здесь важна, скорее, форма того, как вы это сделали. Как вы выразили свою неподдержку ему. Как это проявилось. Знаете? Вот. Поэтому, я думаю, что нужно на форму смотреть. Мужчина, если он такой ранимый, да, если он может, там, к примеру, использовать обиду, вот, на вас. То, вполне возможно, что его просто задело, задело форму. Дальше, если вы понимаете, что это могло повлиять. Что я здесь вижу противоречие с вашим выражением ниже, где вы пишете, что, ну, типа, я знаю, что вы сейчас будете меня обвинять, там, и так далее. Вот. То есть, это, ну, как минимум, странно. То есть, вы сами знаете, что это могло повлиять. И, при этом, говорите о том, что мы вас будем обвинять. То есть, вы избегаете, опять же, ответственности, как это видится мне. Не отменяя того, что это очень серьезная проблема. Вот. Загрызли от меня. Мне стало интимных переписок. Секс очень редко по его желанию. Или, если я ему уже на мозге каплю. Ну, то есть, мужчина, что это оттолкнуло от вас. Вызывает интерес то, что у вас были интимные переписки. Вот. То есть, интимные переписки, это не то, чтобы плохо. Да, давайте сразу, сразу скажем. Ну, это не плохо. Интимные переписки, это она, ну, даже хорошо. Я считаю, что у некоторых, это здорово. Но, в совокупности, вот в совокупности с тем, что ваш мужчина делает, ну, это может быть частью его такого девиантного поведения. И, как бы, важно понять, почему возникли сексуальные переписки, интимные переписки. Простите. Вот. И почему они исчезли. Дальше. Так. До отношений со мной в браке 6 лет тоже, непонятно, с вами браке 6 лет или до отношений с мамой он был в браке 6 лет. Он тоже это делал, а, говорит, а, значит, от девочек, их было две, сказал, не получил фейерверк, а произошло это первый раз со мной и то после того, как он, и то после того, как он начал воздерживаться от этого занятия. Ну, надеюсь, у мужчины какие-то проблемы в части секса, то он от секса женщины удовольствие не получает, а не получает. Это может быть как травма, так и физиологические особенности, как что-то еще. Нужно исследовать. Я понимаю, что вы все сейчас начнете обвинять, что мама не хватает чего-то в отношениях и бла-бла-бла, но уважаемые эксперты, я бы считал форум, где реально МЧС с этим борется и говорят, что это болезнь, но он так не считает, к сожалению. А где связь между этими двумя высказываниями? Во-первых, это не болезнь, а зависимость. Зависимость не болезнь, потому что зависимость нельзя вылечить. Ваши мужчины зависим от мастурбации. Это так, но это не болезнь. Болезнь это то, что еще раз повторяю, можно вылечить. А в данном случае о болезни речи не идет. Зависимость да, но зависимость возникает из-за отклонений в реализации того, что человек хочет. Зависимость это проблема именно психологическая. И решить ее может только мужчина. Скажите, что я могу сделать, чтобы сохранить семью и помочь мужу. Муж ему никак не поможет, если он не хочет, чтобы сохранить семью, нужно отдалиться от него и показать, что для вас это неприемлемо. Чтобы он увидел, что можно вас потерять и тогда либо он захочет что-то делать, либо нет. Для себя определить, для чего вы хотите сохранить семью лично, вы зачем хотите это сделать. Можно ли избавить его от этого? Да, можно избавить, но только если он этого хочет. Если его все устраивает, то нет. Против воли человеку ничего нельзя будет сделать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.